Каникулы с пользой. Несмотря на введенные ограничительные меры, активисты микрорайона Сахалин вместе с сотрудниками этнокультурного центра организовали мастер-классы для детей. Все занятия проводились с соблюдением требований. Довольны остались и дети, и взрослые. Маленькие пальцы пока не уверенно справляются с яркими нитками, но ведь главная задача именно научиться. Сегодня ребята, проживающие в микрорайоне Сахалин, плетут брелки. Вроде и мелочь, а нужное в быту. Развитие мелкой моторики и воображение, дисциплина и, конечно, погружение в историю разных народов. Методисты этнокультурного центра стараются готовить мастер-классы таким образом, чтобы при обучении перекликались и традиции, и современная функциональность. Мы сотрудничаем не только с Сахалином, но и с Старый аэропорт. Мы тоже к ним ездили с мастер-классами и с играми традиционными. И милинская культура, и с комик-культурой, и славянской культурой, где они бегают. Но им-то ведь больше нравится, чтобы это было совместно, и чтобы были и мастер-классы, и игры. Малыши такому обучению только рады, ведь за лето они уже успели набегаться и наиграться. А тут такая возможность научиться чему-то новому. Был мастер-класс. Мы делали всякие фигурки. А оленей ты вырезал? Оленевые мы тоже делали. И классили оленей. В 2020 году культурные каникулы проходят в особом режиме. Из-за пандемии пришлось скорректировать привычный режим работы. Ну, в связи с тем, что коронавирус идет, поэтому мы много не собираем людей. От трех до пяти человек, когда три, когда четыре, когда пять у нас. И дети с удовольствием ждут, когда приедут методисты этнокультурного центра проводить занятия. Даже спрашивают, когда вы к нам приедете снова. Алина Ваучейская, Владислав Ткачев, Телеканал Север.